Проект Гадыкан дает нам уникальную возможность ездить по всему Дагестану и рассказывать о культуре разных народов, знакомить вас с их традиционной кухней. Мы сегодня в селении Чинар и хозяйка дома обещала нам приготовить блюда с зеленью. Должна сказать, что в Дагестане блюда с зеленью актуальны в любое время года, особенно весной. Здравствуйте! Добро пожаловать вас к нам! Спасибо! Ну, я уже успела рассказать нашим телезрителям о том, что мы будем готовить блюда из зелени. Какую именно зелень мы будем использовать? Наверное, макрицу, скорее всего. Так как у нас крапива в огороде не растет, но тем, чем богато, тем и будем вас радовать. Наверное, макрицу. Это тоже одна из таких известных зелень, которая на самом деле в Южном Дагестане пользуется. Очень полезная для здоровья. Но многие люди не знают о его ценности. Думают, вот трава там, ну, она на самом деле очень обогашена. Вообще считается, что макрица – это сорняк, но очень много полезных свойств. Она идет и на пищевую, сосудистую, и вообще она, даже маски из нее налицо. И вообще в целом она очень обогашенная такая, эта зелень. Наша семья ей пользует. Вообще наши родные, мы очень его любим. И даже иногда бывает, как национальное, гостевое блюдо мы можем даже его приготовить. Но разная национальность его готовит каждая по-своему. По-разному. Да, ну так как я – это басаранка, замужем за гульцем, я приготовлю вам по-своему, потому как мы готовим. Дорогие друзья, чуть позже мы более подробно расскажем о полезных свойствах макрицы. А пока, Токисбан, вы, наверное, покажете нам, как надо собирать для начала эту макрицу. Да, пойдемте в огород. Скажите, когда начинают собирать макрицу? Вот сейчас уже получается у него как бы чуть-чуть конец сезона этой макрицы, потому что в основном вся макрица проросла. Вот сейчас я его срежу, все. Она по-новой растет. До самой зимы, можно сказать, макрица растет. До первого снега. Вот видите, эта молодая макрица. То, что мелкими листочками и то, что она молоденькая, нужно пользоваться ею в основном, потому что она бывает нежнее и приготовление вкуса очень вкусное с него. А вот все это... А там макрица, которая уже... Ладно, нежелательно, потому что она очень... Помол будет грубый и приготовление будет очень грубое, жесткое, приживание. То есть от цветущей макрицы мы отказываемся? Да, да, да. Ей можно делать маски, попить их на отвар, там сделать какую-то масочку на ножку, например, на больные суставчики налаживать можно, но не в пешевую в добавку. А так все остальное, то, что там человек, если что-то знает о макрице, он все это остальное может применять его. Но не только, например, ни в гюрзе, ни в чуду. То, что мы готовим в основном. Вообще сбор травы – это такое увлекательное занятие. Это еще возможность побывать на свежем воздухе, подышать всеми вот красками, ароматами, которые сейчас весенняя природа нас наградила. Такие красивые цветы. Это что за дерево? Это персик. У персика в основном розовые цветочки. Она немножко раннего сорта, поэтому она уже расцветла. Друзья, пользуйтесь возможностью, пользуйтесь хорошими деньками. Вот сегодня чуть-чуть пасмурно, но даже это не портит наше настроение и нашу поездку в Чинар. Ну что ж, дорогие друзья, мы готовы представить вашему вниманию очередной рецепт, очередное блюдо. И как оно называется, какие ингредиенты для этого нужны, вам расскажет Ткизбан Аджабаева. Ткизбан, как на вашем называется то блюдо, которое мы будем готовить сегодня? Вообще табасаранцы называют его... Ну, могу сказать, я выросла вообще как лезгика, хоть я по национальности табасаранка. Пичекар. Пичекар. Да, это называется гюрзе с зелени. Нам нужно прежде всего замесить тесто. Туда добавляем, как обычно, соль, пресную воду, яичко, и оставляем ее для того, чтобы она томилась. Немножко она должна быть гладкой, нежной, пока мы займемся приготовлением начинки. Поэтому я надеюсь, думаю, что вы, девочки, мне поможете. Обязательно. Да, Айна наша умничка мне будет крошить орех, а ты, Зарипа, поможешь мне накрошить зелень. Хорошо. Таким образом, она уже промытая, отчищать нужно ее от сорняков, от грубых корней, да, стебельков. Вот, чтобы только нежная часть идет в употреблении, приготовлении. Вот мы ее обработали, почистили, как вы видели, даже нам плохая погода, нам не помещала собрать эту зелень. Мы ее собрали. С удовольствием. Да, Зарипа, сейчас вот это берешь нож, и очень нужно мелко накрошить. Хорошо. Мелко нужно ее щенковать, но будем брать малые пропорции, чтобы она лучше щенковалась. Скажите, в начинку идут еще яйца? Да, обязательно. В начинку идет у нас два яйца. Вот на ту смесь, что у нас есть, мы добавим два яйца, молотый орех, она еще у нас не дробленная, и лучок обязательно жареный, на сливочном, топленном, ну, кому какое масло интересно, да. Обязательно нужно добавить масло, и соль только перед тем, пока будем лепить. Перед лепкой добавляется соль, потому что если мы добавим чуть раньше, она становится водянистая, да, и наши гюрзешки могут просто быть немножко такие... Жидкие, да? Они протекут, да, они протекут, и будут немножко некрасивые. Поэтому только перед тем, пока слепить, вот крающих засыпаешь солью, и очень быстро-быстро нужно лепить. Так что, девочки, да... Нам в южном Дагестане попадаются все блюда, которые надо готовить очень быстро, оперативно, следовательно, надо набить лук. И так у нас получится все это очень быстро. Должна сказать вам, дорогие телезрители, что сегодня у нас в передаче готовят блюда председатель Совета женщин Дербенского района и член Совета женщин. Поэтому и сегодня речь тоже пойдет о том, какую работу они делают в Дербенском районе. Айна, вот какие задачи перед Женсоветом стоят сейчас? Вообще наша деятельность направлена на улучшение жизни женщин, детей, семей. Разная работа проводится в разных направлениях, с разными категориями людей, семей. Это семьи группы риска, семьи, в которых воспитываются приемные дети, есть дети-мелалиды, малоимущие, многодетные. Большое внимание уделяется людям пожилого возраста. Каким образом к вам могут обращаться люди, которые нуждаются в каком-то совете, поддержке, помощи? Ведь вы же можете оказать самого разного рода содействие людям. Да, именно. Мы оказываем людям содействие, тем, кто обращается к нам в организацию. Поэтому мы взаимодействуем с разными отделами, ведомствами, структурами администрации Дербенского района. Обращаются за материальной помощью юридической консультацией по линии здравоохранения. То есть у вас есть возможность бесплатно оказать юридическую консультацию? Да, у нас в совете женщин два юриста. Один из которых, это Северина Митлаева, она у нас сотрудник юридического отдела в администрации. Еще один юрист, сотрудница центральной городской больницы, тоже юрист. Вот, когда нам необходимо консультировать население, мы обращаемся к ним за помощью. Вот категория детей, которые находятся в неблагополучных семьях. Каким образом ведется контроль за их условиями жизни, за тем, как они обучаются? Есть какой-то способ регулировать, контролировать эти моменты? У нас на местах тоже советы женщин созданы в каждом поселении. Работают советы женщин, они работают со своим населением, они лучше его знают, знают все болевые точки, как говорится. Но мы находимся в тесном контакте с отделом опеки Дербенского района. И наши выезды в поселение тоже чаще всего бывают совместными с исполняющими обязанностями начальника отдела опеки с Акиной Гамдулаевой. И в состав комиссии также входит комитет по делам несовершеннолетних. И тем самым контроль совместно осуществляется с детьми. Думаю, хватит. Чуть-чуть, может, еще, например, сейчас посмотрим. Давайте чуть-чуть еще. То есть орех должен быть такого мелкого помолочка? Молотый, да-да-да. Те, у кого из вас есть кофемолки, могут спокойно воспользоваться? Да, можно кофемолкой, блендером, конечно, терочкой, как угодно. Кому как удобнее. Да, если орех, он немного сыроватый, ну, чуть-чуть можно его в духовке подсушить, оно лучше крошится. А вкус меняется? Вот ее сильно подградишь. Да, даже можно сказать, что она поджаристая вкуснее даже. Лучше становится. Да. Ну, она у меня была поджаристая, готовая. Дайте оценку тому, как я нашинковала. Молоденько. Можно уже перемешивать его с остальными ингредиентами. Да-да-да, моя родная. Вот орех тоже у нас готов. Зелень нам зарепат нашинковала. Тесто у меня уже готовое. Пусть она еще немножко полежит, пока мы сделаем поджарку с луком на начинку. За это время тесто уже достаточно времени, чтобы оно простояло. Сейчас мы... То есть отдохнет и подойдет наше тесто. Да-да-да-да. А я возьмусь за свое любимое занятие. Те, кто следят за проектом Гадыкан, знают, что вот эта вот ответственная роль, нарезка лука, она всегда почему-то достается мне. Поэтому я уже с такой привычной, так сказать, хваткой возьмусь за это. Да, это роль хорошей хозяйки. Значит, любишь готовить. Ну, учимся, по крайней мере. Гизбан, вот рецепт какой национальности сегодня мы используем? Ну, давайте скажем, что это чинарский рецепт. Чинари так готовят, по крайней мере. Ну, вот наша задача – показать вам, как готовят это блюдо здесь, в Чинари. Да, мы покажем вам сегодня, как его готовят в Чинари. Дорогие друзья, можно сказать, что мы переходим к следующему этапу приготовления курзе зеленью. Тыксбан, вы уже, наверное, займитесь тестом. Да, да, тесто уже наше подошло. А у нас лук на подходе. Я займусь тестом. Вы, тем временем, наряжите мелко лук. Желательно очень мелко, девочки. Постараемся. И вот на масле пожарите его. На сливочном, да? Да, да, на сливочном масле прожарите его мне. Айна, мне вот хотелось у вас спросить, каким образом Тыксбан и те женщины, которые входят в состав совета, помогают вам в вашей работе? Наш совет существует благодаря тому, что наши женщины, члены нашего совета, работают на местах. Без их помощи я, наверное, бы ничего не смогла сделать, потому что они каждый вносят свою лепту. Основная движущая сила, да? Конечно, они свою лепту вносят, и из этого получается у нас что-то большое и хорошее. Вот Тыксбан, например, она у нас в основном в работу антитористической направленности проводит. У нее есть опыт. Она на личном примере столкнулась с этим. Когда у нас проходят конференции, заседания, она принимает в них активное участие. Проводит беседы, говорит о том, что наша молодежь должна правильно расставлять приоритеты. Говоря об этом, хочу сказать, что у нас в районе привезли недавно двоих детей с сирийско-арабских республик. И вот мы ездили проведывать не раз пятеро детей. Идем с ними определенную работу совместно с опекой и с КДН. Работу нужно проводить. Вот многие опускают руки. Более того, думают, что если ребенок оступился, что все, уже шанса вернуть его в нормальную жизнь, к нормальной работе нет. Вот у вас откуда взялись силы, мало того, что своего ребенка вернуть, еще и делиться опытом, подсказывать остальным, как это делать? Мы же на то родители. Если мы не поможем своим детям, может, они на самом деле произвели где-то какую-то ошибку или оступились, но мы же должны как-то спасать своих детей. Я верила в своих детей, в основном, своего сына. У меня в основном проблема случилась со старшим сыном. Я верила в своего ребенка. Я всегда говорю, если мой ребенок, сколько бы мы их не любили, если он не полезен своему обществу, то я бы, наверное, не старалась вот всего этого. Я поняла, что помогла своему сыну. И этим стало примером для многих других матерей, которые на самом деле собственными руками отталкивают своих детей и наводят вот эту вот непонятную чужду на своих детей. И на сегодняшний день, аль-хамдюрилля, у меня сын работает, чинит телефоны, занимается малым бизнесом. Я думаю, что, может быть, какая-то часть молодежи его осуждают в этом плане, но большинство просто поняли, что нельзя следовать своим страстям. Очень много молодежи погорело именно на том, что они жили по страстям. Все, что вот это вот случилось с нашей молодежью, это очень даже тяжело об этом говорить. То есть всегда надо понимать, что по ту сторону это тоже наши дети. Конечно, это всегда. Но именно эта проблема в том, что нужно думать за всех детей, что это наши дети, а не именно чей-то ребенок. Айна, вам очень повезло, что с вами вместе эту работу делают такие люди, как ты, Казбан. Друзья, я вам обещала, что расскажу о полезных свойствах мокрицы. И вот прямо сейчас несколько полезных, ценных советов для вас. Мокрица повышает иммунитет, способствует выздоровлению при легочных заболеваниях, избавляет от боли в суставах, оказывает успокаивающее и укрепляющее действие на нервную систему. Она полезна при малокровии. Благотворно действует на сердце, помогает при заболеваниях почек, печени, щитовидной железы. Советуют мокрицу и тем, у кого проблемы со зрением. У чудо-травки есть один недостаток. Она понижает артериальное давление, поэтому противопоказана гипотоникам. В семье от Жабаевых никогда не бывает скучно. Сама эта Кизбана, вы, наверное, успели убедиться, очень позитивный человек. А муж Кехляр, он пишет стихи. И вот стихи своего собственного сочинения прямо сейчас он зачитает вам. Желаний всех моих не перечесть, Любой отказ судьбы приму за честь. Я мира и добра желаю всем, И удивлять вас не хочу ничем. Я безгранична счастлив, что люблю, Она мне дарит жизнь, а я пою. И не устану жизнью дорожить, Пока душой буду я любить. Я жизнь ценю, в нем дорог каждый миг. Прекрасен мир на небе, солнце лик, Но выше в этом мире всех наград. Счастливым видят каждый детский взгляд. Прекрасны наши горы, в них орлы, Однажды гнезда свив, горам верны. И, видимо, наш символ неспроста, Где бы не было, все тянет нас сюда. Быть может, Каспий манит сединой, Но ведь и это входит в край земной. Мой Дагестан, ты лучший из краев, В твоей землянке жизнь прожить готова. Лук уже сготовился за это время, И скажите, можно сразу в горячем виде добавлять? Да, 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 да. Его нужно сразу в горячем виде добавляем в начинку. Давай, Айна, добавляем, наверное. Еще раз повторим технологию приготовления нашего герзе и зелени. Помололи зелень, добавили лук жареный, Добавляем орех, Добавляем два яйца в сыром виде. И все, его потихонечку перемещиваем. Соль мы добавим перед тем, как начнем лепить. Один грудин мне как-то сказал, мы, говорит, индюков кормим этой зеленью, а вы, говорит, сами кушайте. А когда ел, он говорит, обалденная. Но никогда, мне 34 года, я никогда не знала, что есть хинкали, он имел, ну, Герзе, он называл хинкали зеленью, я никогда их не ел. Поэтому надо знакомить гостей с нашей кухней. Видите, как мы их приятно удивляем. На самом деле, это оно так и есть. Берем чайные ложечки сейчас, добавляем соль, так как мы уже сейчас начинаем их лепить. Солью борщить не надо, потому что она может просто... Зелень, она просто выделяет еще свой сок. Можно добавить соль в водичку потом, если что. Все, отделяем тесто. Существуют какие-то способы хранения зелени до зимы? Конечно. Чтобы зимой тоже можно было бы готовить. Промыть, перебрать, конечно, от всяких соринок там. Просушить, промолот и в полиэтиленовые пакетики тонким слоем этот и в морозка. Зимой ты можешь пользоваться ею как свежей. И не только мокрицу, вообще любой вид зелени можно сохранять. Только должен быть сухой мороз. От обычного она бывает в одиннадцатом. Айна, вы часто ездите по разным селам вашего района и не только. Где-нибудь встречались другие блюда, которые тоже готовятся из зелени? Из зелени у нас готовятся традиционные плов. То есть готовим плов обычным откидным рисом. Плов с зеленью? Плов, да. И отдельно готовим к нему подливу. Пареное мясо уже тушим с луком. Давай, Айна, возьми. А потом нарезаем зелень. Вот точно так же, как она у нас была готовая, вся нарезанная. И когда уже мясо с луком потомилось, мы тушим с зеленью и чуть-чуть добавляем бульона мясного. И это все томится на медленном огне. Тоже очень вкусно, я пробовала. Сколько езжу по Дагестану, каждый раз понимаю, что съемочная бригада проекта ГДК даже процентов на 10 еще не осветила, не показала национальные блюда. Потому что у такой изобилии. Кстати, так умиротворяюще действует звук дождя. Все так омывается и такая вот свежесть прям. Ну, наши курзышки уже готовы. Кастрюля уже закипела. И в воду мы добавляем только масло и немного соли. Это то, о чем говорил этот кризбан. Потому что в начинке мы солью очень осторожно начали. Да, 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 чтобы не пересолить. Слегка помешиваем, очень аккуратно. Тесто у нас тонкое, поэтому нужно к курзышкам относиться очень бережно. Так, Иван, сколько времени нужно проварить курзышки? Пять-семь минут. Они должны всплыть все вместе, вот наверх к контролю, тогда они готовы. Все, я думаю, они проварились. Назадка, пожалуйста, залипай, я проварили вот так вот. Все, я думаю, они у нас всплыли. Смотрите, какие они красивые. Хочненькие. А сейчас мы их будем таскивать. Да, 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 желательно без водички. Вот так. Ой, какие они красивые, Машалла. Сейчас берем сливочное масло, чтобы она сама растапливалась на горячих курзышках. Можно их есть со сметаной. Я со сметаной, например, не люблю, потому что она немножко притупляет вкус самой зелени. Зелень должна чувствоваться зеленью. Дорогие друзья, с чем сегодня эта кузбан подаст курзы, мы увидим буквально через пару секунд. Это мы, телевизионщики, думаем о том, чтобы это выглядело красиво, чтобы все тарелочки были чистыми, ровненько выложенными. Маленький Ибрагим уже попробовал и, судя по его реакции, ему очень даже нравится. Так, Кузбан, часто ли ваш внук проявляет такой интерес к блюдам национального характера? Да, могу сказать, что у старшего внука нет такого аппетита вообще никакому блюду. Он любит больше сладости. А это маленький Ибрагим, ему все нравится, все интересное, все вкусненькое. Да, Бабулина? Ибрагим, да? Наш главный дегустатор. Да, да. Ну все, мы можем приступать тогда тоже попробовать. Да, давайте приступаем, пока горячие. Как и было обещано, курзы с зеленью в этом доме подают именно с компотом, да? Вообще вся наша семья любит очень сильно компот, чай, ну, так как зелень требует больше жидкости к себе. И я думаю, что вам тоже так понравится. Устами младенца, как говорится, глаголит истина. Ибрагим был абсолютно прав. Курзы на самом деле получились замечательные. Советуем и вам следовать рецепту тегизба, то есть следовать рецепту чинарского курзы. Мы решили его так назвать. Если вдруг вы забыли какой-то момент этого рецепта, загляните на наш сайт по адресу www.rgvk.tv.ru Проект ГДК. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...